Здравствуйте! Сегодня мы в Батильмане. Сегодня снимаю для вас красивые видео, красивые места. Море просто изумительное, чистое. И как же здесь обстановка, насколько можно здесь остановиться, отдохнуть, как подойти к морю, ну и так далее. Наименование Батильман древнегреческого происхождения. Означает глубокая вода, гавань, связанная с близостью бухты Ласпи. Такая вот здесь прозрачная вода. Береговая полоса, поросшая редкими хвойными, что тянется от бухты Ласпи до мыса Айя. Над урочем возвышается гора Кушка-Я. Вот она, красавица. Решая вопрос, как добраться сюда, лучше ехать либо с Севастополя, либо с Ялты. А самое лучшее приезжать сюда на своем транспорте. Потому что, приехав сюда на общественном транспорте, вы выйдете на остановки бухта Ласпи. И вам придется порядка трех километров спускаться вниз. Здесь очень сложный рельеф. Поэтому до сих пор нету огромных гостиниц, спасалонов и другой современной инфраструктуры. Чем это место, в общем-то, и привлекательное для многих туристов? Здесь очень много возможностей для дикого отдыха. С палатками. А также есть небольшие турбазы. Курортные свойства местности ценены в начале 20 века. До среди российской верхушки стало модно ездить на лето в Крым. Урочище Батильван по своему расположению годилось для аристократии, но интеллигенция ценила тепло и чистоту воздуха. Начиная с 2011 года до революции здесь существовал небольшой дачный поселок, куда приезжали на отдых представители профессуры и творческих кругов. Советская власть национализировала селение, но не изменила его назначение, сделав тут домом отдыха ученых. Появились и небольшие турбазы. Но бурного роста курорта не наблюдалось из-за неудобства рельефа и местности, и сложностей с водой. Батильман и сегодня достаточно уединен, людей здесь немного, его любят дикари с палатками. От них требуется соблюдение многих правил поведения. Урочище не принадлежит заказнику мыса Ия. Здесь же находится детский лагерь советских времен и база отдыха. В детском лагере «Чайка» мы сейчас и находимся, но, к сожалению, на данный момент он не функционирует. Единственное, кто здесь отдыхает, это работники Севастопольского завода. Белоснежка и семь гномов. Воздух здесь, конечно, можжевельником и морем пахнет. Вот такая вот красота. Юки растут. Все это на фоне вот такой скалы. Просто завораживающий вид такой. Мишка. Территория оздоровительного комплекса «Чайка». Вот толщины можжевельников. Ох, он огромный просто. Разросся крона такая. У него столько тени. Корпуса. Зеленый театр. Вниз спуск. Такие вот виды. Виноград растет. Ель. Елочка. Там баржа с камнем в море. Ну, пальмочка. А перед нами красуется египетский кедр. Уже пляжик. Костя говорил, вон, видишь, где был бы аппарат. Сюда подъездки, поделите пляж. Вон, на эти валуны. Ну, там валуны, видишь, виситые. А тут растите, видишь, вот это подпишет. Кошечка. В этой бухте, вон, есть типо, что-то. Вон, черные пляжки. Врафельник. Такие немноголюдные и чистые пляжи есть местами в Крыму. Такая вот бухточка красивая. Попробуем спуститься туда вниз на пляжик. Посмотрим, закрытый он или нет. Но мы были на закрытом пляже. От завода. У нас тут домик сверху мы отдыхаем. С родственниками. Сейчас пройдемся вниз. Конечно, скалы нависают тут. Ух, какие! Много-много можжевельников. На улице солнышко печет так хорошо. Но за счет морского такого бриза легкого тут довольно-таки хорошо. Баттельман. Территория закрыта. Военный городок. Никицкий оздоровительный лагерь Баттельман. Получается, просто если люди захотят отдохнуть, покупаться, пройти здесь невозможно. Вот так. Пойдем, посмотрим дальше. Может, где-то в другом месте есть спуск. Интересно. Пробуем зайти с другой стороны. Я, конечно, уже накупалась, и доступ у меня к пляжу есть. Но мне просто интересно знать, если вот человек приедет сюда отдохнуть, сюда хочет подойти к морю, он сможет это сделать или нет? Дорога здесь пошла очень такая нехорошая, грунтовая. Ну, мы идем дальше. Погода сегодня гулять позволяет. Ветерок не дает. Тебя чувствовать некомфортно. Нацикады поют. Вы, наверное, слышите. Такой треск стоит. Это вообще... Тут очень много частных домиков. Таких маленьких. По бас отдыха, наверное, такие стоят. Написано, иди сюда. Ну, идем туда, посмотрим, что там. Севастополя приехали, просто не можете подъехать к морю, да? Подойти. Вот мне тоже интересно. Закрытые территории-то есть, а вот можно ли так пройти? Непонятно. Ну, как это вот тут море? Как местным можно покупаться, да? Если нет доступа никакого пропуска. Вот мне тоже интересно это знать. Ладно, пропуск. Заходи, кто-то был в этой водке сидел, чтобы разговаривать можно было, да? Сказал бы, там, ну, здесь нельзя, там, через... Что у меня проста, смотрите. А это что? Вот, и людей, ни охраны, ни того. Просто забор. И, судя по пляжам, они, скорее всего, все закрытые. Там на пляже буквально по несколько человек везде. Да, да, да. Я еще думала, что, если бы, где тут именно пляж Ласпи, там дальше, ниже должен быть. Это Батильман. Ну, это Батильман, да. Наверное, пляж Ласпи только тут открытый. А Ласпи тоже сейчас там такая же история будет. Там лагерь пионерский, даже отдыха еще все. Вот, развожаясь, принимают звонки по вечерам. Почему допуска нет, действительно? Могли бы хотя бы дать возможность покупаться? Что раньше, что сейчас? Ничего не меняется. Вот по дороге идите еще метров 300. Метров 300. Можно спуститься. Да, там пляж городской. Только подъем крутой потом будет. Вот так вот. Все удобные подъемы закрыты для людей. Куда-то дорога ведет. Какой домик построили. Красивый. А вы же путешествуете откуда? Да мы с Северного Крыма к родственникам приехали. У них-то тут домик есть, как от завода. Мы поэтому купаемся. Но мне просто интересно знать, как это. Территория все. Ага. Это Пушкая, это вот скала. Это Пушкая называется? Пушкая, птичья скала. Птичья скала. А я тут первый раз. Пусть они нас подберут. Там, к нашей машине. Да. Пусть они нас подберут. Похоже, квартирный дом. Вот такое место. Тут есть магазинчики. Подъезд такой красивый, так оформлен. Ну, мы идем дальше. Снимаю, как есть, всю дорогу. Если вы попали вдруг в Батильман и захотите покупаться, как вы это сможете сделать? Хочется, пожалуйста. Что я пожалела, так это то, что шляпу не взяла. Как бы она мне хоть лицо прикрывала от солнца. Обязательно берите с собой на море шляпы с козырьками. Иначе просто можно остаться со сгоревшим лицом. Вот смотрите, как тут уже море близко. Но тут, конечно, спуск. А, дуреть. Строится еще домик какой-то. Все застраивается, продается, сдается. Почему я не люблю такие места. Да, красиво все, но подъемы эти и спуски, они просто сводят с ума. А вот местный пляж. Открытый. Красивый, очень красивый. Но вода просто, конечно, кристально чистая. Тут есть кафешки, есть парковочка. Водичку можно мороженое купить. Вверх там тоже какие-то ступеньки. И вот он пляж. Ура, дошли. Увидели, как можно пройти к пляжу. А тут еще и песочек. Тут песок. Надо пойти окунуться. Пляж и полностью песочек. И мелкая-мелкая галечка в воде. С песком такая. Вот такие виды. Людей в этом месте немного. Но оно и неудивительно. Здесь нет такого большого города. Здесь очень мало, так скажем, места, где людям нужно отдыхать. В основном какие-то базы отдыха. Лагеря. И несколько частных домиков. Так, мой пляж здесь, конечно, более-менее свободный. Люди с палатками даже здесь. Через небольшой каменный проходик выходим на следующий пляжик. С большими камушками. Еще кто на своей машине вполне может сюда приехать, я хочу сказать. И здесь просто суперский пляж. Там даже кто-то что-то жалил. И вот среди можжевельников видно, люди отдыхают с палатками здесь, дикарями. Такое, в общем-то, интересное место. А мы снова на закрытом пляже оздоровительного комплекса «Чайка». Вот отсюда, видите, кран. Там идет строительство. Подошла, кстати, баржа, которая стояла в море с камнями. Ну, строит себе госпожа Матвиенко дачу. Потому что раз в прошлом году, вернее, мы это видели со стороны жира. В этом году вот со стороны «Чайки» полюбить. Какие-то спада себе отстраивают. Водичка 26 градусов тепла. Она просто бархатная. Очень чистая и очень классная. Хватит. Класс А вода сутка После 4 вечера Солнце постепенно заходит За вершину Кушкая И на все побережье Надвигается приятная тень И прохлада Это у нас растет крымский дуб Вот такой вот он Небольшой Немножко ознакомлю вас С урочищем Батильман Местность заповедна Природа сохранилась отлично Хотя в последние годы Стало заметное элитное строительство Условия Батильмана таковы Что ему не скоро грозит превратиться В модный курорт со спа-салонами и дискотеками Сейчас этого нет Но есть реликтовая можжевеловая роща Краснокнижная сосна Станкевича И еще множество редких растений Туристы отмечают, что часто видят У здешнего пляжа дельфинов Благодаря относительному спокойствию На берегу они не боятся Поцеловать близко и играть Близ побережья Отдыхающие Физически не приспособлены к жизни В палатке устраиваются на турбазе Но все же отпуск к Батильмане Нельзя рекомендовать любителям Роскоши и современных удобств Обычно сюда отправляются Романтически настроенные Свободомысленящие натуры Ценящие естественность, тишину и удинение Отзывы опытных любителей Крыма Однозначно помещают Батильман В топ 5 красивейших и интереснейших мест полуострова А мы едем домой И напоследок полюбуемся красотами побережья Сюда действительно добраться не очень просто По серпантинам По достаточно узкой трассе Мы пробираемся вверх По дороге мы встречаем Небольшие стояночки Люди оставляют свои автомобили И спускаются вниз к пешочкам Потому что не все идут к побережью У кого-то здесь домики И проще оставить сверху машины Кто-то Целью отдыха видит Удобную поляну Обустроенную для пикника Такие тоже здесь имеются сверху Шашлычные зоны Поэтому Каждый выбирает для себя свой отдых И свое место для отдыха Вот так вот мелькают мимо нас деревья Море Горы А мы едем в сторону Севастополя Всем пока-пока Оставайтесь с нами Приезжайте в Крым И хорошего отдыха Летом Каждой семье Каждый семье